16-й. Максим, твоя задача – эстакада. После внедрения в цехах единого стандарта выдачи нарядов и заданий на смену на комбинате в рамках конкурса «Лучший коллектив УГОК-2024» определили, на каком участке производства внедрение прошло лучше и эффективнее. Этот конкурс проводят уже второй год. При выборе победителя особое внимание уделяли соблюдению требований промышленной безопасности и охраны труда. Цель проведения конкурса была повысить качество выдаваемого наряда на участках и поделиться практиками, которые тот или иной участок применяет. В этом году лучшим по выдаче на ряд заданий стал участок рудоподготовки обогатительной фабрики номер 12. Идея проведения конкурса принадлежит руководству комбината после получения результатов анонимного опроса «Голос Алроса». На комбинате улучшили условия труда, отремонтировали более полусотни помещений. Обогатительную фабрику номер 12 одели в белые стеновые панели, отремонтировали технологическое оборудование, металлоконструкции, лестницы и площадки. Это сделало фабрику не только красивой, но и более комфортной, тёплой и безопасной для работы. Также на комбинате оптимизировали порядок выдачи спецодежды и средств индивидуальной защиты. При обновлении информации по размерному ряду данные можно поменять в электронном паспорте, и они автоматически передаются в Центры выдачи средств индивидуальной защиты. Теперь у рабочих комбинатов всегда в запасе есть одежда нужного размера. В результате опроса «Голос Алроса» была выявлена основная проблема для всех работников – это недостача спецодежды, в частности, размерного ряда. Кроме того, при поступлении новой партии СИЗ всегда были очереди, и это влекло за собой негатив, и споры, и разногласия. В общем, это были нервозные времена, и поэтому нужно было решать эту проблему. С января 2022-го количество выдаваемой спецодежды увеличилось почти в три раза и достигло 95% рекордного уровня обеспеченности спецодежды среди компании. Санитарно-бытовые условия улучшили в блоке ремонтно-транспортного цеха. О том, что нужен ремонт, сотрудники также рассказали в опросе «Голос Алроса». Здесь прошлой весной заменили сантехнику, отремонтировали пол и стены, а столовую оформили в корпоративном стиле. Удачницы при опросе отметили, что хотели бы получать больше признания своих достижений и успехов в работе. Особое внимание руководство ГОК уделило работникам с большим стажем в компании от 25 лет. Теперь каждую награду вручает личный директор комбината. Женщинам дарят цветы. За два года сотрудникам выдали 167 значков и удостоверение ветерана Алроса. Около 270 работников ГОК отметили благодарственными письмами и почётными грамотами. Елизавета Седых, Мария Панфёрова, медиакомпания «Алмазный край».